МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Здравствуйте, дорогие друзья! Вряд ли можно найти человека, который бы ни разу в жизни не болел гриппом, ангиной или банальной простудой. И, как правило, человек сталкивается с этими заболеваниями уже на первом году своей жизни. Большинство считают это пустяком, несерьезной проблемой и даже не обращаются к врачам. Тем не менее, эти заболевания могут иметь очень серьёзное течение и последствия. А для начала давайте разберёмся с терминологией. То, что мы называем общим словом. Простуда на самом деле несколько диагнозов, объединённых схожими симптомами. Насморк и кашель, боль в горле и ломота, частая температура и головная боль. Чаще всего простуду вызывает один из вирусов, который передаётся в основном воздушно-капельным путём. Кстати, из самих вирусов на сегодняшний день более двухсот разновидностей. Ангина или острый танзелит – это инфекционное заболевание, возбудителями которого являются различные микробы. Бактерии, вирусы, грибы, поражающие миндалины и часто сопровождаются гнойным воспалительным процессом. Ещё одно инфекционное вирусное заболевание – грипп. Разновидностей гриппа достаточно много. От вполне безобидных форм заболевания до смертельно опасных. Так в каких же случаях можно не сбивать температуру и игнорировать насморк? А когда срочно вызывать врача? Давайте разбираться. Самое время представить гостей нашей сегодняшней программы. Давайте знакомиться. Сегодня в гостях у тела человека доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Гомельского медицинского университета Евгений Львович Красавцев. Здравствуйте. И врач-педиатр, заведующий кафедрой педиатрии Гомельского медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Алла Ивановна Зарянкина. Здравствуйте. Традиционно сегодня мы пригласили студентов Гомельского медицинского университета, которые будут нам помогать в сегодняшней программе. Это Екатерина Озема и Владислав Болчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте с этого и начнем. Ребята, сегодня в нашем первом сюжете говорилось о гриппе. Мы еще сегодня будем обращаться к этому заболеванию, поговорим о нем. Но первый наш вопрос для вас звучит следующим образом. Как называлась пандемия, которая в начале 20 века охватила все страны и континенты, и сколько жизней она унесла? Пока вы будете думать, отвечать на этот вопрос, пожалуйста, можете воспользоваться планшетами, записать свой ответ. Мне хотелось бы обратиться к Евгению Львовичу. Простудные вирусные заболевания, их эпидемию обычно врачи ожидают с приходом холодов. Но природа нам приносит все больше и больше своих климатических сюрпризов. И сейчас уже такое время, когда можно ожидать, начиная с октября и по май месяц, приход эпидемии. Скажите, пожалуйста, когда же нужно начинать готовиться, не специфическую проводить профилактику острых респираторных заболеваний? И какому контингенту это наиболее нужно рекомендовать? Группа респираторных заболеваний очень большая группа. Там больше 200 возбудителей, не только вирусные, но и бактериальные. И не необходимо знать, что у каждого вируса имеется своя эпидемиология. Поэтому они бывают в разное время, по-разному протекают, и в разное время их можно ожидать. Обычно говорят об эпидемии гриппа. Да, грипп, наверное, самое важное заболевание, которое вызывает эпидемии. Самое раннее начало эпидемии, которое было описано еще в странах Советского Союза, начиная где-то с ноября месяца и по март месяц. Вот к этому времени необходимо, конечно, быть готовым. Поэтому вакцинация, она является самой важной, является профилактика гриппа. Обычно начинается с октября месяца. Вот именно она является наиболее значимой для профилактики именно этого заболевания. Других респираторных вирусных инфекций, к сожалению, такой профилактики нет. Что касается неспецифической профилактики, да, конечно, закаливания, витаминизация. Кто что может использовать? Кто использует обычную клюкву, пашеную капусту, чеснок, имбирь? Все это было уже неоднократно. Еще помню времена, когда в детских садиках на столах стоял чеснок. Как дети его ели, конечно, загадка большая. Но якобы фитонциды, которые выделялись этим продуктом питания, они как бы способствовали снижению заболеваемости. Но необходимо помнить, что эта профилактика не специфическая. И она, естественно, 100% не даст гарантии того, что эти заболевания не разовьются. Да, конечно, немножко повысится иммунитет. Будет легче переноситься заболеванием. Может быть, даже и не разовьется. Но гарантии никто не даст, что заболевания не будет тогда. Но вы знаете, в настоящее время эпидемии гриппа вокруг нас уже давно идут. Это и Западная Европа, не говоря уже об Америке. А в Фрибалтике уже идет подъем заболеваемости. В России, в США даже пугают, что очень большая эпидемия, напоминающая тот самый пандемический подъем, который был в 2009 году. В России это умеренная эпидемия. Но у нас, вы знаете, что эпидемии пока нет. Так что, даже мы видим, но, надеюсь, эпидемии не будет. И наши эпидемиологи буквально недавно в одной из передач сказали, что у нас эпидемии не ожидается. Алла Ивановна, скажите, пожалуйста, все ли контингенты возрастные одинаково подвержены острым респираторным заболеваниям? Существует такое мнение, что все-таки дети, они как-то более восприимчивы к вирусным инфекциям. Действительно ли это так? Действительно это так. Вообще взрослые дети болеют по-разному. И большую роль в этом, играя защитной силой организма, играет иммунитет. Но то, что дети – это основной контингент, который болеет респираторными вирусными инфекциями, это действительно так. Но в данном аспекте необходимо остановиться в возрастном аспекте. Почему? Потому что дети маленькие, дети первого года жизни, дети, которые домашние, которые получают грудное молоко, у них нет поводов для того, чтобы болеть респираторными инфекциями. Единственный момент, если есть другие взрослые дети, которые ходят в организованные коллективы, они заболевают и приносят, соответственно, респираторные вирусы домой. И тогда маленькие детки первых лет жизни домашние болеют респираторными вирусами. Но когда ребенок идет в организованный коллектив, мы в шутку говорим, когда мы отправляем детей в люди, когда они контактируют с взрослыми, с детьми, соответственно, значительно возрастает риск и число заболевших респираторными вирусными инфекциями. Дети, которые были дома, они, собственно говоря, беззащитные. К тому же иммунная система свое становление оканчивает примерно к школьному возрасту. И, соответственно, когда они сталкиваются с респираторными вирусами, они заболевают. Чем старше ребенок, тем реже он болеет. И по данным Всемирной организации здравоохранения, дети до школьного возраста могут болеть 6 раз в год. Дети со школьного возраста могут болеть до 4 раз в год. Это нормально, совершенно нормально. И поэтому для нас важно проконтролировать, чтобы они болели обычно, чтобы эти респираторные заболевания не оставляли каких-то остаточных проявлений, не оставляли каких-то осложнений, особенно гнойных. И поэтому мы рекомендуем родителям, чтобы они на неделю-две после выздоровления оставили ребенка на домашнем режиме. Вот этот опыт и практика, когда ребенок не успел выздороветь, у него еще есть какие-то остаточные проявления, и его отдают в организованный коллектив, в детский сад, например. Это неправильно, это неверно. То есть нужно дать возможность отстроиться организму, справиться с этой инфекцией и уже здорово пойти тогда в организованный коллектив. Алла Ивановна, скажите, пожалуйста, а могут ли родители что-нибудь сделать такое, чтобы защитить своего ребенка в коллективе, где уже есть заболевшие дети? Если стоит вопрос защитить, где уже есть больные дети, это очень сложный вопрос. Почему? Потому что респираторная инфекция – это очень контагиозное заболевание. Поэтому, наверное, правильнее сказать, родители должны формировать здоровье у ребенка изначально, еще до того, как ребенок родился. И вы прекрасно знаете о пригравидарной подготовке, о здоровье родителей. Они должны быть здоровы, должны родить здорового ребенка. Мама должна кормить ребенка как минимум первые 6 месяцев грудным молоком, для того, чтобы защитить и дать. Вот те факторы иммунной системы, защиты, для того, чтобы ребенок не болел не только респираторными инфекциями, но и другими кишечными инфекциями. А уже в дальнейшем очень важную роль играет здоровый образ жизни. Поэтому рациональное питание, рациональный режим дня, закаливание – правильно? Это те моменты, которые формируют здоровье. И прекрасно, когда дети гуляют на улице, и вот сейчас, когда еще лежит снег, они катаются на санках, на лыжах, играют в снежки, валяются в сугробах. Это замечательно, это укрепляет организм. И поэтому это важный фактор именно здорового образа жизни. Зачастую, когда родители приходят с детьми на прием, и основной жалобой которых являются частые простудные заболевания, у детей в возрасте 3-4 лет, я зачастую спрашиваю, а ты делаешь зарядку по утрам? Он так улыбается, смотрит на маму, а потом говорит, нет. А я говорю, а мама, а папа? Нет. Поэтому вот эти вот моменты основные, которые формируют здоровье, которые формируют здоровый образ жизни, наверное, должны начинаться в семье. И семья должна больше уделять этому внимания. Потому что заболеть, и правильно я соглашусь с Евгением Львовичем, никто, никакой медицинский работник, никакой лекарственный препарат не дает 100% гарантии, что ребенок не заболеет, контактируя с больным респираторной инфекцией детей. Но есть группа препаратов неспецифической терапии, которая обладает противовирусным действием и иммуномодулирующим действием, которые мы рекомендуем детям, когда они идут на какие-то мероприятия, где скопление детей или взрослых в цирк, например, или в театр, особенно в период подъема заболевания. И тогда, используя местные средства защиты, например, аксалиновую мазь, либо закапать вносный траферон, это фактор, который снижает риск заболевания. Но мы даем рекомендации лучше все-таки не сталкиваться с респираторной инфекцией и вперед подъема заболевания, наверное, лучше не посещать массовые мероприятия. Скажите, пожалуйста, существует такое мнение о том, что маска защищает от гриппа, от других вирусных инфекций. Действительно ли это так? Нужно ли носить маску и кому ее нужно одевать? Тому, кто заболел или тому, кто боится заболеть? Ну, вы знаете, согласно нормативным документам, когда появляется эпидемия гриппа, естественно, вводится масочный режим, особенно в больничных учреждениях. Кроме этого, обязаны наносить маски работники транспорта, работники торговли, системы здравоохранения. И если вы вспомните фильмы с участием, допустим, восточных, каких-то вот китайских, японских, корейских актеров, эти фильмы всегда показывают, что люди на улицах ходят в масках. Естественно, они боятся заразиться и маску не одевают. Это одевают здоровые люди, одевают, чтобы не заразиться. И что больному пациенту в маске, наверное, не очень будет удобно все, что такие-таки, да? Поэтому маска, скорее всего, для здоровых пациентов, для здоровых людей, которые могут общаться с источниками инфекции, которые могут их заразить. Что касается вот длительности ношения маски, есть, конечно, много разных вот вариантов, но у нас рекомендуется смена маски каждые два часа. То есть только тогда она работает маской, если ее менять каждые два часа? Вот. Поэтому это важный момент, чтобы прервать передачу вируса. Главное, чтобы вирус не попал в организм человека. Какие симптомы, Алла Ивановна, наверное, к вам вопрос, являются грозными, когда, может быть, не просто нужно вызвать врача по телефону, а даже позвонить в скорую помощь? Действительно, иногда буквально пару часов, да, достаточно для того, чтобы из практически удовлетворительного состояния перейти в тяжелое состояние. И, соответственно, родители, они с ребенком круглые сутки, они видят, наблюдают заболевание, развитие заболевания. И, соответственно, они должны знать те симптомы, которые являются наиболее грозными, которые могут привести к неблагоприятным моментам, да, которые действительно требуют экстренной помощи. Если говорить про все симптомы, то, конечно, их очень много. Я, наверное, остановлюсь на тех симптомах, которые больше касаются сегодняшней нашей темы – респираторной патологии. Поэтому, если ребенок сонливый, если его очень сложно разбудить, если он неадекватно отвечает на заданные вопросы, это всегда говорит о тех же состояниях, и всегда требует немедленной госпитализации такого ребенка. Второй момент, на что должны обращать родители – это цвет кожных покровов. Резкая бледность, либо, наоборот, серый колорит, или цианоз, синюшность кожных покровов – это тоже признак тяжелого состояния. Говоря о разрезе респираторной патологии, это, конечно, нарушение дыхания. Шумное дыхание, частое дыхание, тяжелое дыхание, тогда, когда затруднен вдох, либо затруднен выдох. Особенно, когда еще к этому присоединяется нарушение голоса, когда ребенок либо теряет голос, да, либо осиплость появляется, то это тоже очень грозное, серьезное проявление, которое за короткий промежуток времени может привести к нарушению прохождения воздуха по дыхательным путям. И еще на чем хотелось бы остановиться, это когда ребенок не пьет. Это очень важный момент, когда мы предлагаем ему питье, ему питье он не глотает. Либо когда предлагаем питье вызывает рвоту, либо позывы на рвоту. Это тоже очень тяжелое состояние. И предупреждаем всегда родителей о том, чтобы они учитывали, сколько ребенок выпил, сколько ребенок помочился. Это очень важно для оценки тяжелого состояния. Но такой еще очень важный, наверное, симптом, как повышение температуры. Существует мнение о том, что не всякую температуру нужно сбивать. Если вот этот вот показатель на градуснике, начиная с которого нужно давать уже жаропонижающее, как взрослому человеку, так и ребенку. То есть одинаковые ли подходы у взрослого человека и у ребенка? Для взрослых, конечно, единых рекомендаций дать невозможно. Сказать, какая-то температура, это уже нужно снижать температуру. У каждого индивидуальная переносимость. Если вы знаете прекрасно, как мужчина реагирует на повышение температуры, как реагирует на эта женщина. Так почему же мужчине не помочь, когда ему плохо при 37,5? Плохая переносимость, он уже разбитый, ничего не может делать, но нужно же помочь. Правда ли? А если женщина 39 температурой стирает, то тоже индивидуально. Особенность организма. Да, тоже здесь необходимо действовать. Поэтому, конечно, по переносимости очень индивидуально. Алла Ивановна, ну а для детей? В детской практике это все намного серьезнее и намного конкретнее. Я соглашусь, и медицина строится и базируется на том, что когда внедряются вирусы, бактерии, то, соответственно, повышение температуры – это нормальная реакция организма. Так должно быть. Почему? Потому что при высокой температуре не живут микроорганизмы, при высокой температуре стимулируются наши защитные силы, и тем самым это идет борьба с вирусами и бактериями, то есть воспалением. Но, с другой стороны, действительно бесконтрольное повышение температуры, оно не безразлично для организма ребенка. И поэтому, согласно нашему Министерству здравоохранения, Союзу педиатров России и вообще стран постсоветского пространства, у нас разработан единый подход к контролю за повышением температуры. До 38,5 температуру не рекомендуют сбивать в детской практике. Но, опять-таки, действительно, если ребенок переносит плохо, если он лежит и никакой, то, возможно, нужно предпринять и снижение температуры при более низкой температуре. А бывают дети, которые 39 и переносят очень неплохо. И тогда мы говорим, что нужно чаще измерять температуру. Пусть это будет каждые 15 минут, 30 минут, час, для того, чтобы мы контролировали. И определяющим будет являться именно поведение ребенка. Но 38,5 – это, в общем-то, та граница, которая уже рассматривается по купированию температуры. Я говорю про здоровых детей, про хороших детей. Если дети имеют какие-то проблемы, например, пороки сердца, либо какие-то проблемы со стороны нервной системы, либо у ребенка в анамнезе есть фибрильные судороги, то есть судороги, которые возникали на фоне температуры, то таким детям не дают подниматься температуре выше 37,5 градусов. В России даже 37,2 градусов. Почему? Потому что это может спровоцировать ухудшение состояния и декомпенсацию состояния. Я в этой связи только хочу сказать, что в детской практике с периода новорожденности применяют парацетамол. Это основной препарат для купирования температуры. И его нужно применять не чаще, чем 4 раза в сутки. С 6 месяцев можно использовать ибупрофен 3 раза в сутки. И ни в коем случае в детской аптечке не должно быть аспирина. Ацетилсалициловая кислота – это не детский препарат. Поэтому об этом речи не должно быть. У нас бывает практика до сих пор, когда родители пытаются купировать температуру, используя аспирин. А это может привести к очень серьезному грозному осложнению, которое даже зачастую заканчивается реанимационными мероприятиями и неблагоприятным исходом. Алла Ивановна, скажите, пожалуйста, многие используют именно народные методы снижения температуры. Насколько эффективно обтирание спиртом или прохладные ванны для ног? То есть насколько помогает это? И у ребенка применимо ли это или всегда должен быть жаропонижающий препарат? Вы хорошо сказали. Должен быть жаропонижающий препарат. Он должен быть. То есть мы говорим, когда повышается температура, говорит о том, что идет повышенная теплопродукция. Соответственно, задача организма усилить теплоотдачу. И если это работает так, как надо, то ребенок горячий. Кожаные покровы горячие, красные. Это говорит о том, что идет хорошая теплоотдача. И мы рекомендуем раздеть по максимуму ребенка для того, чтобы улучшить этот процесс. Потому что многие родители по старинке почему-то считают, что наоборот его нужно закутать для того, чтобы он пропотел, и он сразу выздоровеет. В детской практике это недопустимо. Ни в коем случае нельзя ребенка укутывать. Поэтому мы говорим, вот те мероприятия, о которых вы говорили, в отношении о вертывании, растирании спиртом, уксусом. Мы говорим, что, по крайней мере, оно приносит какую-то пользу в плане того, что ребенка разденут. Понимаете? И усилят. Насколько это поможет, сложно сказать. Но то, что разденут, разотрут, это усилит теплоотдачу. Но назначается и проводится только после применения парцетамола. То есть мы должны снизить температуру и помочь увеличить теплоотдачу. Я предлагаю сейчас услышать, что наши ребята ответили про пандемию начала 20 века. Что же это было за заболевание грозное? Екатерина, какой ответ вы предложите нам? Данная пандемия носила имя «Испанский грипп». Ее по праву можно назвать самой масштабной в истории человечества. было заражено около 550 миллионов человек, что на то время составляло примерно 30% населения земного шара. А погибло примерно 110 миллионов человек, что составляет примерно 5%. Владислав, наверное, что-то можно дополнить еще к ответу Екатерины? Конечно, можно. Главным фактором, который послужил распространителем данного вируса, является Первая мировая война. Большое количество людей перемещалось из точки А в точку Б. И технический прогресс. То есть на самолетах, на кораблях, на дирижаблях этот вирус благополучно распространился по всему земному шару. Абсолютно по всему. И в то время мне было удивительным, если человек умер посреди улицы. И люди, которые занимались ритуальными услугами, жили в то время в достатке. И был известен случай, когда гробовщик, который работал в Нью-Йорке, за месяц заработал 150 тысяч долларов, но эти деньги так и не потратил, поскольку умер от гриппа. Очень интересные исторические факты. Мы вас услышали. У нас есть еще один вопрос к ребятам. Скажите, пожалуйста, другое заболевание, инфекционная ангина. К каким грузным осложнениям приводит ангина? Пожалуйста, подумайте, запишите ответ. Ну, а мне хотелось бы обратиться к нашим гостям и продолжить тему вирусных заболеваний. По сообщениям средств массовой информации, в Европе сейчас все-таки вирусная активность существует. Такие страны, как Чехия, зарегистрировали повышение заболеваемости гриппом. Румыния, Швеция, Финляндия, Германия. Гений Львович, скажите, пожалуйста, для Республики Беларусь, что в этом году? Эпидемия гриппа? В настоящее время эпидемии гриппа у нас нет. В окружающих странах, хотя она уже есть, у нас эпидемии гриппа нет. И по данным нашего Центра геиной эпидемиологии прогнозируется, что в этом году эпидемии гриппа не будет. Почему это так? Есть разные точки зрения, но официальные точки зрения, что идет у нас массовая вакцинация, прививается 40% населения, более 70% групп риска. В связи с этим, наверное, эпидемия у нас в последние годы просто-напросто не объявляется и не превышается порог эпидемический. Основной причиной летальности от гриппа медики называют все-таки это отказ от вакцинации. Но грипп в 2018 году – это уже новые мутировавшие штаммы. Успевает ли вакцина прошлых лет, прошлых штаммов за новой эпидемией гриппа? Если говорить о теориях развития пандемии, они достаточно очень интересны, но это только теории. Последняя пандемия 2009 года, которая у нас была, считается, что нам вышла мутировавший вирус гриппа, который соединился с вирусами гриппа свиней, с вирусами гриппа птиц, и вышел совершенно новый вирус, который может поражать людей, но ведет себя как занозный от животных грипп. Прочекает очень тяжело. В настоящее время пандемических типов вируса гриппа не зарегистрировано. Что касается, посмотреть, какие вирусы гриппа будут, да, конечно, есть пункты слежения во всем мире. По одной из теорий считается, что когда в северном полушарии зима, там идет грипп. В южном полушарии в это время лета. Когда меняется сезон года соответственно полушариум, грипп перекочевывает в другое полушарие. И там уже отслеживаются вирусы, какие есть, и заранее готовится вакцина, которая будет на следующий эпид сезон. Поэтому, естественно, вакцина, она соответствует тем видам гриппа, которые будут в следующем сезоне. В настоящее время, по западным источникам, испугающие данные, что будто бы вот те штаммы, которые готовились для этого сезона, особенно в США, они низко не соответствуют тому, что есть. Но, как видите, уже не является тот уровень тревоги, который был в 2009 году. По масштабу, наверное, это не пандемия. Это просто эпидемия, которая была, как и раньше, и в этом ничего страшного, в этом нет. Хотя летальные случаи, конечно, наблюдаются во всем мире, но в настоящее время есть данные, что в США погибло уже сотни людей, в Европе, конечно, меньше именно от гриппа, а не от его осложнений. Поэтому в настоящее время у нас достаточно спокойная обстановка. Поэтому догадать, какие вирусы будут, конечно, возможно. Но это вирусы, которые вызывают банальные эпидемии. Пандемические штаммы, они, кстати, могут возникать с интервалом 10 до 40 лет, когда, ты помните, 2009 год, мы все время ждали новый вирус, новый вирус, и его все не было, не было, не было. И наконец-то он, конечно, пришел. Вот мы, и проблема в том заключалась, что мы признали, что он придет, но полностью готовы не были. Естественно, вакцины тогда и не было. Совершенно новый вирус, который никто не знал, и появился внезапно. Что будет в ближайшие годы, никто ничего не может сказать. Возможно, будет то самое, возможно, будет что-то другое. Но готовы нужно быть ко всему. Алла Ивановна, скажите, пожалуйста, с какого возраста можно проводить вакцинацию? Вакцинацию против гриппа у детей начинают с 6-месячного возраста. В любом филиале центральной поликлиники можно привить ребенка для того, чтобы снизить вероятность развития гриппа у ребенка. Если говорить о показаниях к вакцинации, наверное, существуют и противопоказания для нее. Что же это за противопоказания? Кому нельзя делать вакцину? Мы говорим про детей первого года жизни. Поэтому самое главное в данной ситуации, чтобы ребенок был здоров. Давайте послушаем, что ребята ответили про осложнение такого инфекционного заболевания, как ангина. Екатерина, пожалуйста. Ангина или танделит – это заболевание с множественными осложнениями. Такими, как поражение сердца, может поражаться полностью сердце, эндокардит, может быть миокардит, перикардит и панкардит. Это полностью, когда поражается сердце. Также могут поражаться почки – это гломерулонефрит. Также могут поражаться суставы – это артриты и полиартриты. Также, возможно, поражение внутреннего уха – это атиты. Также ангина может осложняться такими проявлениями, как абсцесс и флегмона. Вы знаете, что вы можете сказать по поводу ангина? Можно сказать, что вообще само понятие ангина и те возбудители, которые могут вызвать ангину, довольно разнообразны. Это могут быть как бактерии, так и вирусы, и даже грибы. Если говорить про ангину, вызванную стриптококом, то ее вызывают бета-гиммерческие стриптокок группы А. И в этом суть вся дела в чем? В том, что иммунная система пытается уничтожить этот возбудитель. При этом сам возбудитель похож на многие клетки нашего организма. Это почки, надпочечники, клетки наших суставов, центральной нервной системы, клетки сердца. И тем самым уничтожая сам возбудитель, наша иммунная система начинает уничтожать наш собственный организм, вызывая тем самым патологии в нашем теле. То есть все то, о чем сказала Екатерина, практически целый ряд органов, которые поражаются вот этим микроорганизмом, вызывающим и ангину в том числе. Совершенно верно. Спасибо большое за Ваш ответ. Я хотела бы, чтобы в конце передачи мы оценили уровень знаний наших будущих коллег. Как они готовы к профессии врача? Ну, насколько я знаю, это пятый курс в основном, так что, да. Вот, экзамен уже сдан, мы их уже оценили, их знания, так что, да. И достаточно неплохо. Конечно, справка историческая, справка прозвучала очень, конечно, интересно. Я благодарен студентам, что они почитали, вот, могли восполнить свои знания и, естественно, рассказать ту историю, которая была вот в начале 20-го века. Это, конечно, страшные были вещи, так много спорных вопросов имеется. Вот. Но, кстати, вирус там был тот самый, что и в 2009 году, аж один и на один. Так что все повторяется. Так называемый вирус свиного гриппа. Да. Алла Ивановна, ну, Ваша оценка нашим коллегам будущим? Я хочу сказать, что они молодцы. И плюс у них все впереди. Практический опыт, знания, которые они получают сейчас на базе университета, они помогут им справиться со всеми проблемами, которые есть или будут, да, которые, в общем, ждут их впереди. Поэтому удачи, да, и новых знаний. Ну и что ж, традиционно в конце передачи наше пожелание телезрителям. Будьте здоровы. Наверное, да, самое главное, будьте здоровы. Спасибо большое. Древнеримский драматург и комедиограф Теренци сказал, «Все мы, когда здоровы, легко даем хорошие советы больным». Так давайте не будем слушать чужих советов о своем здоровье, а заботиться о нем уже сегодня. И до новой встречи в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова